Добрый вечер и как всегда в конце недели мы говорим о нашем городском хозяйстве. Начать хочу это с того, что это постоянно ставим акцент на том, что мы ведем системные работы, есть новые алгоритмы и мы по ним работаем. Но возникают иногда и форс-мажорные ситуации. Об одной из таких коротко хотелось бы рассказать. На улице это космонавтов, дом 64А, это общежитие. В доме живет более чем 30 человек. Собственник этого общежития отключил водоснабжение, газоснабжение и электроснабжение. Мы не говорим сейчас о том, какие мотивы, зачем мы это сделали и так далее. Но хотелось бы отметить, что в условиях этой карантины делать это безусловно нельзя. Достаточно оперативно состоялась эта комиссия ТЭПЧС в Малиновском районе. Было решено обязать собственника максимально быстро восстановить как водоснабжение, так и электроснабжение. Решения это выполнено собственником не было. Внятного, адекватного ответа мы от него тоже не получили, собирается ли он его выполнять или нет. Поэтому были вынуждены это решение выполнить сами. С помощью ТЭКП муниципального арта и с помощью сотрудников ЖКС. После общения с жителями этого дома в этот же день мы восстановили водоснабжение и занялись восстановлением электроснабжения. Там возникли моменты, то есть был снят так называемый счетчик, прибор учета. Тут без согласования с собственником безусловно восстановить невозможно счетчик. Сейчас ведутся это переговоры жителей с собственником этого общежития. Мы как департамент в этой дискуссии тоже участвуем, как модератор, так сказать. Но что самое главное хотелось бы сказать, что вопрос с мертвой точки уже сдвинулся, водоснабжение уже есть и электроснабжение, я думаю, будет восстановлено тоже максимально быстро. Вот, скажем так, нестандартных новостей, это переходим к нашей этой текущей работе. На этой неделе был выпущен очередной наш Одиссей Макс. Напоминаю, что это самый большой состав, самый большой трамвай в Украине. Он больше, чем на 31 метр. Вместимость его полная, ну 280 это пассажиров, из них 62 сидящих места. Можно смелостью сказать, что это гордость нашего Одесс-гора электротранса, гордость наших вагоноремонтных мастерских, да и, наверное, города в целом, безусловно. Напоминаю, второй уже такой вагон будет, это работать он по седьмому маршруту, это с улицы, это по Устовского до Пересовских мостов. И в дальнейшем и Одиссей Первый Макс, и Одиссей Макс это второй, станут частью нашего маршрута Северо-Юг, о котором тоже уже много сказано и уверен, совсем скоро мы его запустим. На завершение хотелось бы вспомнить о схеме санитарной очистки города. То, о чем мы говорили несколько месяцев назад, это очень большая работа, которую мы тогда только начинали. И вот уже эта схема готова. На следующей неделе мы ее покажем Одесситом, мы покажем, как она работает и как с ней можно работать. Из основных задач, зачем это надо и что мы получим. В первую очередь мы будем четко понимать, где и в каком это количестве в городе генерируется мусор. Где и на каких это локациях и в каком количестве необходимо установить это контейнера. Либо дополнительные, либо где-то их должно быть меньше. Мы четко будем это понимать, какое количество должно быть контейнеров и как они должны опорожняться. Несколько раз в день, один раз в день и по каким локациям. Безусловно, с помощью этой схемы мы забудем такое явление, как это переполненные контейнера в городе. И тем более такое, как стихийные свалки, которые периодически появляются, особенно в частном секторе в нашем городе. Хотелось бы отметить, что такая карта должна была быть создана достаточно давно. То есть это должен был быть фундамент, скажем так, этой работы с бытовыми отходами в городе, с вывозом мусора. На этом на сегодня, наверное, все. Как всегда, видимся через неделю. Жду ваших вопросов. До свидания.